Всем привет! Для тех, кто давно за мной следит и знает, насколько много я путешествую, обычно это сборы, спортивные соревнования, спортивные мероприятия. Давно хотелось начать снимать свой видеоблог и показывать вам все места, где я бываю, и мы наконец-таки к этому пришли, и мы начинаем. И первое место, которое мы вам покажем, это Анапа, Витязева, лагерь Vita4U. Здесь очень красиво, здесь проходили постоянно сборы по плаванию, и в этом году первый раз здесь провели свой спортивный лагерь Five Sisters по художественной гимнастике. Очень надеюсь, что мы увидимся с вами здесь еще в следующем году на моем сборе. Именно с такой красоты начинается лагерь Vita4U. Вы увидите это, возможно, вживую в следующем году, а сейчас я вам покажу все остальное. И мы с вами попали в холл гостиницы, и начнем с номеров, в которых будут проживать спортсмены и тренеры. Добрались до этажа, и сейчас я вам покажу номер, в котором живут дети. В этом номере четыре кровати, есть холодильник, телевизор, душевая комната и балкон. В принципе, тут очень красиво, здорово и очень приятно, атмосферно. На стенах висят картины, естественно, в спортивной тематике. Я не понимаю, что делают мои руки, они просто живут своей жизнью. И так как я успела проголодаться, мы сейчас с вами заглянем в столовую. Это у нас столовая. Слева от меня детская раздача, где питаются спортсмены. Справа, где питаются взрослые тренеры. И сейчас мы будем пробовать. А что мы пишем-то? Я люблю картошку, помимо майонезных салатов. Я еще очень люблю картошку. Ну, для детей здесь есть более полезная еда. Мы находимся с вами в спортзале. Крайне редко используемое место в художественной гимнастике. Хотя я считаю, что очень зря. Здесь можно делать очень много всего полезного. И, конечно, это будет полезно для тренеров. Они могут в свободное время всегда проводить спортзалей за тренировкой. Кстати, в зале есть мои любимые полеобоксы, на которых можно хорошо потренироваться и просто развлекаться. И мы, наконец-то, попадаем с вами в мою любимую зону. Это бассейн. Во-первых, на юге никуда без бассейна. Во-вторых, здесь он профессиональный. 10 дорожек по 25 метров. И вот так. Вот. Так, любимый бассейн я вам показала. И сейчас мы с вами пойдем в зону, где проходит основная детская анимация. Мы находимся с вами на бафе. Здесь по вечерам и проходит самая крутая детская анимация. И, кстати, главная новость для тренеров. В свободное время от тренировок дети полностью заняты аниматорами. Их отводят на завтрак, на обед и на ужин. Разные конкурсы, поделки, танцы. И каждый вечер дети борются за респект. А тренеры свободны. И у нас с вами вторая спортивная локация. Это спортивная площадка, на которой в летний период очень удобно и эффективно тренировать различные координационные и сложно-координационные подготовки, предметные подготовки. Территория лагеря, правда, очень большая. А мы с вами пришли к большому бафу. Именно здесь я потерялась за два дня два или три раза. И мы подошли с вами ко второму закрытому бассейну. А на одним наверху как раз тренировались гимнастки. И сейчас мы вам покажем зал. Тот самый зал гимнастики. Здесь проходили тренировки у гимнасток Five Sisters. Ковры уже уехали, но зал прекрасно подходит для летнего периода, для подготовительного этапа, для специальной физической подготовки, поворотов, УФП, махов, прыжков и всего подобного. Мы двигаемся дальше. И мы с вами пришли на стадион. Здесь профессиональное спортивное покрытие, на котором можно бегать даже гимнастом. И тренируется самый непрофессиональный вид спорта в России. Футбол. Также здесь две баскетбольные площадки. И на одной из них мы с вами сейчас находимся. Мы с вами очень спешим к морю, а там еще проходят краски холи, и поэтому мы с вами ускоряемся и бежим. Подходить ближе я не буду. Там слишком весело и слишком ярко. Мы с вами успели на одну из самых красивых и ярких анимаций. Пришло время прощаться с Витой, но мы не прощаемся с вами. До новой встречи на новом объекте. И не забываем ставить лайки и подписываться. Это поможет нам увидеться с вами снова. Огня и воды. Подожди, я не хожу больше по поребрикам. Спрятать вот сюда, и я буду прятаться вот так.